Пророк Сенбой умеет готовить, очень могу. Как вы знаете, на своём канале я в основном говорю о трёх вещах. О том, как я вот-вот выпущу первую серию Диванного Аналитика, об анимации и обо всяких придурковатых бомжах. Но сегодня случай поистине уникальный. Нашёлся тот самый контент, что вобрал в себя всё самое нелепое и прекрасное с анимацией и с бомжей. Новый фильм Александра Невского. Злые языки уже успели наставить единиц на АМДБ, но зато аудитория истинных ценителей вывела достойное кинополотно ТОП-250 Кинопоиска. Само собой очевидно, кого стоит слушать. Фильм начинается и хорошо, что не заканчивается. С того, как двое неизвестных решили проверить повозку некоего бизнесмена на наличие каких-либо богатств. И кто же этот таинственный странник? Я лично теряюсь в вариациях. Напишите в комментариях ваши догадки. Заодно подпишитесь на все соцсети, на канал и колокольчик поставьте. Давайте добьём канал до 140 тысяч подписчиков. Хе-хе. Стойте, я начинаю потихоньку что-то понимать. Но бандиты не так поняли европейца и решили его ограбить. Но ждала их кара небесная. После того, как справебедлость восторжествовала, начинаются не менее справебедлые титры. И обычно, когда показывают имя актёра, рядом с ним ставят видеоряд с его персонажем. Но мы не забываем, что имеем дело с самим Александром Невским. Я, блядь, Невский. После легендарных титров нам открывается вид на... Мытищи... Нет, нет, что это? Серьёзно, это Восточный Теха... Это Восточный Техас? Мне кажется, что футажи с начала фильма немного не клеятся с тем, что показывается на экране. Атмосфера немного... Как это сказать? Фальшивая! Зелени излишне много для засушливого климата. Цветокоррекции не... Продюсер Александр Невский. Ах да. В город приходят два каких-то лоха. Маршал и его Терпила. Да и переволокли с собой пленника, которого играет Матиас Хьюз, что есть чуть ли не в каждом фильме Невского. Ну давайте считать, что это как Самуэль Джексон у Тарантино, только круче! У Невского! Да и диалоги такие же пиздатые. Кажется, я где-то вас уже видел. Думаете, меня ни с кем не спутать? Это точно. Вы налезали Невскому только на девятой минуте? Неприемлемо! Точно. Мы точно не встречались раньше? Не думаю. Это актер уже говорил не по сценарию. Он начинает путаться в каком фильме он сейчас хвалит мистера Вселенную. Разыскивается живым или мертвым. Награда тысяча долларов. Это, блядь, что? Напечатаны на принт и репостер в девятнадцатом, сука, веке? Мы напечатали мою фотографию на лаваше. Ах да, как я мог забыть, да, блядь? Продюсер Александр Невский, конечно. Эти люди искали вас, шериф. Я маршал Остин Картер. Очень приятно, шериф. Неважно. Челы хотят оставить арестанта в тюрьме после длительной дороги. Но мэр сразу же опознает преступника с банды адские псы. Неужели эту рожу не поймают? Главарь слишком опасен. Его нельзя здесь держать. А во-вторых, фильм бы закончился на одиннадцатой минуте, если бы ничего не произошло. Поэтому наблюдаем дальше. Внезапно во время съемок Невскому захотелось покушать, а фильм надо было снимать. Поэтому Невский болтает с Челядью о том, кто есть, кто по жизни. И зовут персонажа Невского необычно по-европейски Иван. Но разговоры подслушивает тайный шпион. И как никем не ожидалось того арестанта, будем называть его Потлач, ищут представители его банды адские глинамесы. И тут как тут приходят какие-то мутные типы, типа маршалы за братья Потлача. Но русский европеец Иван Непромах и Акиш Шерлок подмечает важную деталь, что палит всю контору. Вы же помните, я Шерлок Хованский. Да подожди, не дергайся, синтол в пальчике мешает. Одного из лохов серьезно ранят, и Иван должен донести его ко врачу. Я наблюдаю здесь некую недостоверность, типа вы понимаете, что это мистер Олимпия, он бы одним пальцем поднял того чела, но... Это такое некое допущение. У врача не остается никого, кроме какой-то женщины. Непонятно, кто это, может быть, это медсестра, но... Короче, неважно, она будет помогать вместо доктора Адамса. Потому что так сказал Иван. Доктор Адамс, врач-хирург-донтист. Наклейка на... Деревянной табличке. БЛЯДЬ! Продюсер, Александр Невский. Я не смогу ему помочь. Как это? Ну как-как, это его нужно будет раздевать, а на животе нужно будет тогда грим раны наносить. БЛЯДЬ, он будет говном, ты табличку нашу видел? БЛЯДЬ! Тем временем мы перемещаемся к адским ванамасам. И шпионка доносит информацию о том, что увидел. Был тот здоровый. Немец или русский. Я в жизни мужика крупнее не видала. О, великий Смаук. Вы здоровы, как пельмень, спору нет. Но есть русский или немец. В жизни таких здоровых мужиков не видал. Генерал банды в ярости. Его доносчик не доложил о том, что есть какой-то здоровый русский. Что взбесился. И угрожает главарь банды, Джастину Ройланду. Это, блядь, что деревянный ножик? Продюсер, Александр Невский. Стоп, я хочу разобраться. То есть, денег на бумажный постер и деревянную табличку им, сука, не хватило? Но на деревянный, блядь, нож, да! Это как? Продюсер Райан Гослинг. И проливается сок чемпион. Ты его, блядь, не добил, он все еще дышит. Нет, стой, переход из муви-бейкера. Нееееее. Да бейте выживших. Сослуживец скорбит по утрате. Но прошло, буквально пять минут прошло в анализовании Мистеру Вселенная. Нет времени горевать. Надо выполнять квот. Впервые вижу такую сноровку с револьвером. По храбрости с ним никто не сравнится. Иван оказался генералом, что сражался на войне. И, естественно, был самым храбрым и самым офигенным. Его даже Авраам Линкольн награждал. Вот, держи, Иван, награду. Это шоколадная медаль. Ты, блять, таблички свои видел? Продюсер Авраам Линкольн. Невский, то есть Иван, просит, чтобы никто не узнал, что он был неким генералом. Это важно. Настолько важно, что буквально через семь-восемь минут это палит главный злодей. Ну а пока все начинают прятаться в церкви, ведь скоро прибудут анальные псы. Здравствуйте, чем могу помочь? А, точно, точно, да, да, да. На данный момент очень много заказов в нашем магазине. Получается так, что пара заказов может перепутаться, но я вас крайне уверяю. Чего, блять? И тут же злодей палит перед всеми удачно собравшимися персонажами. В одной комнате главный секрет генерала Ивана. Что на войне он совершил что-то ужасное. Но все закрывают глаза на прошлое главного героя. Потому что если Невский уйдет с кадра, злодеи начнут не просто попадать по статистам, но еще их... Шериф в панике. Он думает, как же он справится со всеми злодеями и решает спросить мудрого совета у Ивана. Охуенно, блять, просто нахуй фантастика. Как победить врага? Быть лучше, заебись. Это как спросить, как вернуть потенцию? И ответить, так ты ее позови. Враг силен, надо быть Александр Невский. Могучий Иван достает здоровенный арсенал, готовится к бою, надевает скин фартнайта за 1500 вибаксов, заставляет Шварценеггера испугаться мощи Невского, переместиться во времени и сняться в такой же позе. И затем Невский начинает плакаться женщиной. О, ма, го, 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 го! Вообще, как бы, в фильмах сначала герой должен быть в упадке, чтобы потом подняться и пафосно всех разносить. Но Иван был слишком крут все в 40 минут, поэтому вставили эту сцену куда могли. Иван рассказывает, что на войне он дал своим людям возможность творить бесчинство, произнеся фразу... Что закрою глаза на все. И этот случай прозвали изнасилование в Афинах. Вуман говорит, что это была война, все методы хороши. Поэтому герой наполняется сил и начинается махать шайкой злодеев. А тут слова излишни, поэтому я передаю мое слово монтажёру. Другие персонажи тоже начинают показывать свои крутые навыки. А кто-то даже что-то повкуснее. У-ля-ля. Но поскольку в фильме главный герой Невский, злодей перехватывает Юрия Лозу, что переоделся в пастыре. И под угрозой аннигиляции автора и исполнителя песни на маленьком плоту... Толя! Толя! Это Сергей! В итоге они терпят, собственно, как и Юрий Лоза, но появляется он. Между добром и злом, светом и тьмой, человеком и богом, продюсером и Невским, но... Сука! Он спалил, что его револьвер картунный. После пали Невский отдает свой револьвер и теперь дуэль точно начинается. Прямо сейчас. Сейчас, сейчас, сейчас. Что? Заебали сколько можно? Да ну их и дохуя вы поворачивались. Человек, зачем ты на яйцах колдуешь, а? Неожиданно побеждает Александр Невский хэппи-энд. Но тут откуда ни возьмись. Но Иван еще вернется. В фильме похищения из Рио Браво. Лично я был вот поистине в восторге от фильма. Я получил больше удовольствия, чем от Кота в сапогах 2 и Аватара 2. Ну, правда, такой дебильный фильм я еще должен был найти. Еще прикол в том, что фильм как бы снят на реальных событиях. То есть реально был Иван Турчицкий. И это, получается, еще и документальное кино. Но историческую справку я не буду тут затрагивать, потому что я не буду же отнимать работу у Баткомедиана. Вот, в прошлой аналитике я ввел систему Дебил, где оцениваю фильмы и мультфильмы. Но, я думаю, что тут стоит избежать абсолютно всех этих пунктов. Мы ставим Ганфайту Эт Рио Браво. Целых 10 из продюсеров Александров Невских. И даем еще в награду две деревянные таблички. А на 7 все. Ставьте колокольчик, пишите комменты и подписывайтесь на соцсети. Грисуйте фан-арты. Некоторые из них вы можете увидеть на экране. И до скорого. Я верю.